Если угодно, и очень не похоже друг на друга искусство. И злом истории конец 19-го, начало 20-го века Пруст объяснил, быть может, как ни один другой писатель. Он рассказал трагедию исчезновения времени, трагедию исчезновения красоты, трагедию исчезновения человеческих отношений. В Прустовском романе «В поисках утраченного времени» главные герои – писатель, музыкант и художник. Поэтому не случайны такие темы, как Пруст и музыка, Пруст и живопись. Мы знаем, как Пруст любил Клода Моне. Недаром Пруст часто сравнивал свой роман «В поисках утраченного времени» с соборами Моне. То есть вот с этой большой группой 40 картин Моне, в которых тот повторяет образ Руанского собора, скажем, утром, днём, в определённые часы, разворачивая его каждый год на протяжении почти суток во времени. Ну вот такой приём, такая манера была свойственна и где-то перекликается с методами Пруста. Так условно отличие Пруста, про которого писали, что он модернист, и импрессионистов, которые, конечно, сделали шаг навстречу совершенно неведомому. Дело в том, что импрессионисты, как и Пруст, обожествляли обыденное. Они обожествляли простые вещи. И эти простые вещи ускользали от них, как ускользает от нас Бог. При разнообразии определений модернист, импрессионист, реалист, когда говорят о творчестве Пруста, его романах, потоках, все отмечают особенности психологизма писателя. Известный затворник умер в своей парижской квартире от пневмонии, потому что простудился на одном из светских приёмов. В надгробной речи Франсуа Мариак сказал о Прусте. Это был писатель в пароксизме литературной страсти, писатель, затворивший кумира из литературного творчества. И этот идол пожрал его. Итак, у нас сегодня в гостях известный критик Александр Архангельский. Добрый день, Александр. Добрый день. А скажите, русская литература ощутила на себя влияние Марселя Пруста или нет, по вашему мнению? Ну, конечно. Дело в том, что в России модерн оборвался, не завершившись, да, как процесс. И подспудно, даже на поколение писателей Битовского, например, да, поколение, и Пруста, и Набоков, и другие классики модерна влияли очень сильно. Сильнее, чем советская литература во всяком случае. Ну, мне кажется, что в застойные, так скажем, времена люди читали редкие издания Пруста и пытались найти в них тот глоток независимости и свободы, который, может быть, не могли найти в современной светской литературе того периода. Между прочим, они не были такими редкими. Я сам в районной библиотеке в Москве отыскал издания 30-х годов. Просто, и не помню, Академия это было, или какое-то другое издательство. И читал, это все было вполне доступно. Искали не глоток свободы, искали выход в пространство мировой культуры. Потому что, когда стояли шуры, не барьеры, не железный занавес, а шуры на глазах у каждого из нас, нужно было эти шуры каким-то образом соскребать. Да, вот Пруст очень помогал. Такой скребок замечательный. Вы знаете, мне хотелось с вами поговорить о Букеровской премии. Потому что в ближайшее время будет объявлен победитель очередного года. И Букеровская премия уже давно в России стала главной премией, которая присуждается за романы. Как вы считаете, по-прежнему Букеровская премия столь же актуальна для нашей страны? Ну, это была первая независимая литературная премия, присуждаемая не от имени государства, а от имени частного спонсора. Да, с тех пор огромное количество премий появилось. Но есть право старшинства, есть английская марка, которая придает некий европейский год. А почему же скандал? Скандал, то есть, связанный с тем, что одному автору дали, другому писателю не дали. И получается, это чисто вкусовые скандалы. Ну, во-первых, все-таки есть литературный процесс, да, и нравится, не нравится. И есть вещи, которые, например, вот я, как читатель, постоянный читатель современной литературы, ощущаю как объективные. Ну, вот в этом году, да. Мне не нравится роман Дмитрия Быкова. Но я не понимаю, он очень не нравится, но я не понимаю, как он может не попадать в шорт-лист. Мне нравится «Хозяйка истории» Сергея Носова, но я читал эту вещь в журнале «Звезда» несколько лет назад, и я не понимаю, как она попадает в шорт-лист премии, присуждаемой по итогу. Даже небольшая повесть, она была опубликована, третья была опубликована в журнале, и фактически тогда это был рассказ. Там были сохранены все основные сюжетные ходы и линии, это целое произведение, мы с вами прекрасно понимаем, что не объем создает произведение, а целостность сюжетного хода. Вот целостность сюжетного хода сохранена, но должно быть правило, и играть нужно по правилам. А вам не кажется, что парадокс этой премии заключается отчасти и в том, что адепты премии считают, что она престижная и авторитетная, а критики говорят, что ни один из романов, который был достоин в Бокеревское время, не стал событием ни в русской, но тем более ни в мировой литературе. Главная задача жюри — угадать шестерку, угадать и высветить ее в литературном процессе, направить луч своего прожектора на шесть наиболее значимых произведений минувшего года. Эта задача, как правило, премии выполняется, поэтому она самая успешная. А уж кто станет индивидуальным финалистом, победителем, ну, это уж как карта ляжет. Давайте посмотрим наш небольшой сюжет. Он как раз расскажет и о Сергею Носове, и еще об одном финалисте Бокеревской премии Александре Чудакове. Давай. Через пять дней будет объявлен автор лучшего романа этого года. В шорт-листе Бокера наряду с популярными среди читающей публики Найманом, Черчесовым, Толстой и Улицкой есть две темные лошадки. Сергей Носов, по словам одного из критиков, пропитан петербургской традицией, как Питер, болотными испарениями. Оттого в Москве известен мало. Инженер-радиотехник, сторож шахты метростроя, обремененный высшим техническим образованием, он закончил еще и литературный, решительно сменив авиационное приборостроение на прозу, поэзию и драматургию. Так получилось, не знаю. Сначала болот инженером на кафедре работал, а потом, что там в голове случилось, стал писать. Человек пишет и пишет, а потом оказывается, что вроде как и ничего другого не умеет делать. На Бокера претендует хозяйка истории. Роман насквозь ироничный, как и большинство, что написано Сергеем Носовым. Я человек иронический, в общем-то, так, само по себе. И, соответственно, и просто такая получается, как мне кажется, ироническая. Может быть, действительно, это реакция на время. Вот. Потому что, если смотреть все время телевизор и очень серьезно воспринимать, что показывают в новостях, то можно и концы отдать. Чтобы избежать летального исхода в своих книгах, Носов делает соседями Кинг-Конга и Киссинджера, некую Клару и Билла Клинтона. Его герои рассуждают о поэзии на стенах туалетов и выменивают картину Шишкина на снимок Битлз. Александр Чудаков, филолог с 40-летним стажем и автор шести книг о выдающихся русских писателях, дебютирует в художественной литературе романом «Ложица мгла на старые ступени». Первое такое ощущение, которое было для меня необычным и очень странным, что я сижу за столом, вот за этим столом и не обложен примерно двумя десятками книг, как обычно, а просто сижу перед стопкой бумаги и держу в руке перо. Роман Чудакова об интеллигентах, о поколении, которое он застал во времена своей юности. Главный герой почти ровесник Александру Павловичу, но на вопрос об автобиографичности романа он отшучивается. Говорит, что создал типичного героя в типичных обстоятельствах. Он не более автобиографичен, чем все романы на свете. Писатель, любой вообще человек, взявшийся за перо и пробующий создавать что-то такое, так сказать, художественное, он всегда, конечно, пишет из себя и о себе. Критики первый художественный опыт своего коллеги без внимания не оставили. Выдвинули роман Чудакова на одну из самых престижных литературных премий. Для меня как раз было именно некоторым удивлением в том смысле, потому что он действительно не очень в том стиле, который сейчас распространен. Но, с другой стороны, я просто как историк литературы могу сказать, что вообще на самом деле неизвестно, какой нужен стиль. Стили, моды приходят и уходят, а вообще все дело в том, я сейчас говорю не о своем романе, а вообще все дело в том, какого качества текст. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напоминаю, что сегодня у нас в гостях известный критик, обозреватель газеты «Известия» Александр Архангельский. Александр, ну вот действительно, помимо Носова и Чудакова, в шотли из Букерской премии вошли и такие известные писатели, как Улицкая, как Татьяна Толстая и Анатолий Найман. И большинство из них представляют, так скажем, традиционную прозу. То есть, например, Чудаков написал большой, величивый роман, автобиографический роман, который, по большому счету, даже нельзя назвать романом, а, скорее всего, на мой взгляд, можно назвать, ну, автобиографией писателей. Нет, там это именно роман, построенный на автобиографическом материале, потому что там есть явная дистанция между автором и автобиографическим героем. И мы с вами прекрасно понимаем, что это прием, а там, где появляется прием, там появляется литература. Да, действительно, в этом году традиционная литература преобладала. Ну, я бы назвал еще из тех, кто не вошел в роман Ольги Славниковой, да, новомерский, я помню, были большие споры о том, стоило включать ее или не стоило. Опять же, мы уже назвали с вами Дмитрия Быкова. Это тоже вполне традиционный роман с не вполне традиционными ходами, но в целом, конечно, это вписывается в традицию. Я думаю, что это объективный ход процесса. Процесс таков, что из традиции легче сейчас проращивать новые ростки, чем из постмодерна. Постмодерн, как всякое новое явление, состарился. И старость ему, как всякому принципиально новому явлению, страшна. А традиция, она по определению не очень молода, и молодиться ей незачем. То есть Сорокин, Пригов и Пелевин, три таких столпа русского постмодернизма, это, по большому счету, уже старики этих литератур. Это Андрей Вознесенский, начало 21 века. А мне кажется, что все-таки наравне с этими традиционными писателями, писателями, пишем в традиционной манере, хотя Роман Толстой и, в общем-то... По законам жанра сдвинут на 50 градусов северной широты, да. Наравне с этими произведениями в русской литературе сегодня появляются и совершенно другие герои, более современные, более рваные, более живые тексты. Ну, кого вы имеете в виду? Ну, возьмем того же Носова, который мы назвали, возьмем «Голая пионерка» Конного, где ярко выражен иронический, и саркастический такой подход к истории. Роман Конного «Голая пионерка» опять же мне не нравится, но объективно он, несомненно, в центре литературного процесса. Ничего нового в этом нет. Мы с вами сегодня о Прусте говорили. Уже Пруст поменял местами героя, да, и время, внутри которого существует этот герой. Там главный герой – время, а персонажи – это фон, на котором время разворачивается. В чем принципиальная новизна того же Конного? Это тоже традиция, только другая. Но, наверное, помимо классической русской прозы, есть и какие-то тенденции, которые можно отметить в современном литературном процессе. Ну, если мы говорим только о прозе, то я боюсь, что таких тенденций, серьезных, претендующих на какую-то более-менее внятную роль в литературном процессе, нет. Я их не вижу. Кому бы вы из тех финалистов, которые вошли в Шотли с Букерской премией, дали эту награду? Да не доставайся же ты никому. То есть никому? Очень сложный вопрос. Вообще писатель ни в чем не виноват. Писатель пишет так, как он может. Все вопросы всегда в жюри. В этом списке нет тех, кому бы я дал, а среди тех, кто попал, я ко всем отношусь с равным уважением. Спасибо, что были у нас в гостях. Напоминаю, что мы беседовали с Александром Архангельским, обозревателем газеты «Известия», и говорили мы с ним о Букерской премии. Победитель этой премии будет известен 6 декабря. И еще несколько наших книг-новинок, наиболее примечательных изданий минувшей недели. «Борис Васильев и Глухомайн», так называется этот роман, который вышел в издательстве «Вагриус». Борис Васильев известен прежде всего своими знаменитыми повестями, такими как «Азорь здесь тихий», «Не стреляйте в белых лебедей». Вместе с тем, в последние годы Борис Васильев написал ряд исторических романов, некоторые из них были посвящены истории семьи писателя. Роман «Глухомайн» повисует о небольшом местечке, который переживает все те же трудности и трагедии, которые переживала вся Россия в последние годы. 20 лет жизни России описаны Борисом Васильевым на примере этого маленького местечка «Глухомань», начиная с Афганской войны и завершая перестройкой и последними изменениями в форме частной собственности. Андрей Белый и Леонид Андреев. Два однотомника этих писателей вышли в новой серии, которая называется «Золотая проза серебряного века», и серия эта выходит в издательство «Лаком книга». В том Андрея Белого вошел прежде всего роман «Серебряный голубь». Самое знаменитое произведение Андрея Белого, принадлежащее к ранней прозе этого писателя. Роман «Серебряный голубь» повествует о секте любителей голубей. В «Однотомник» Леонид Андреев вошли лучшие рассказы этого писателя, который до революции был очень популярен, очень известен. Умер он в 1919 году и известен прежде всего как автор страшных рассказов, так называемых страшилок, дореволюционных, конечно, страшилок. «Анна Каланицкая. Все чисто для чистого взора. Беседы с Ириной Адоевцевой». Так называется последний на сегодняшний день книжка. Она издана в издательство «Воскресенье». Книжка-то выпущенно скромная, вместе с тем в ней есть те крупицы подлинной информации, которые, безусловно, могут заинтересовать специалистов и любителей литературы серебряного века. Потому что Анна Каланицкая опубликовала здесь свои подлинные беседы, записи встреч с известной русской поэтессой. Обращу ваше внимание, что Ирина Адоевцева эмигрировала в свое время во Францию. Она была женой Георгии Адамовичей. После возвращения в Россию она дожила до 95 лет. И Ирина Адоевцева автор двух замечательных книг и воспоминаний на берегах Невы и на берегах Сены. Но теперь, как всегда, наша мусорная кардина. На этот раз в нее летит сборник из серии курс начинающего волшебника «Учебник видения». И хотя в аннотации к этой книге написано, что в ней содержится огромное количество философских истин, на мой взгляд, это чистой воды псевдонаучная литература. На сегодня вся наша книжная и литературная информация. Спасибо, что вы были вместе с нами. До встречи в следующую субботу. У нас в гостях будет замечательный писатель Петр Вайля. Пока. КОНЕЦ